В преддверии ролика, моего ролика о том, как благодаря Министерству соцполитики колоссально выросли социальные стандарты в Украине, предлагаю вам посмотреть этот ролик, для того, чтобы тоже кое-что понять о социальных стандартах. Пошла сегодня в исполку, никого с руководства нет. Мы раньше работали по субботам, можно было решить рабочие проблемы. Сегодня закрытые, никого, кроме культуры, которая елку ставит. Это все случилось с 20-го. Мы бежали все в подвалы, били три точки, били. В нашем доме три раза. Вот там на третий подъезд попали, на пятый подъезд, крыша, видите, что делается. Они тоже успели в подвал с девочкой, они квартиранты, молодая женщина с девочкой, девочка или в четвертом, или в третьем, не знаю. Они тоже успели в подвал. Она сейчас дома пришла. Их переселили на вокзале где-то в гостинице, на вокзале, там, где Абусия была. Как вот и выживай. Вот встала 4 градуса в квартире. Надо хотя бы закрыть, я понимаю, уже стекла тут, тем более мужчины у меня нет, муж умер. Вот год и 4 месяца, как умер. Пока вылазила с долгов в похороны, вы же знаете какие. Задолжала коммунальные. Пока выплатила коммунальные, у меня фактически за коммунальные нет долгов. Пробила шкаф в стенку и 7 книг. Она восьмой остановилась. Хорошая книга, да? Восьмой. Лидия Антоновна. 72 в марте будет. Я пересла инсульт. Меня парализовало правую сторону. И вот это я так оживаю. А тут плюс вот это обстрел. Я совсем... Ну, я думаю, восстановится все. Все будет хорошо. Так выживаю. Пенсию получаем, нам блудит. Это не пенсия, а просто помощь нам. Мало, ничего. Мы согласны, картошку есть. Ну, только войны там не было. Спасибо, мои родненькие. Так ты, что от себя отрывай, забирай. Субтитры сделал DimaTorzok